Что касательно присутствия русских военных на территории Донецкой и Луганской области? Это бесконечный вопрос диалога с теми, кто вообще не верит и в войну. Не знаю, во что они верят, может, в пришельцев, но и в зеленых человечков эти люди верили, что можно купить танк в магазине. Для этой категории людей как можно объяснить, что да, там есть российские военные, российская техника, что гуманитарные конвои насыщены не только сахаром, гречкой, манкой и хорошими всякими добрыми вещами, гуманитарной помощью. Как Вы могли бы доказать людям это? Как это можно объяснить? Первое. Та группа людей, которая до сих пор верит в Дедушку Мороза и все остальное, они, наверное, относятся уже к пациентам соответствующих лекарских специалистов. Для сомневающихся я бы рекомендовал следующее. По возможности поехать туда, взять с собой широкополосный радиоприемник и послушать сначала радиопереговоры в стороне, одно и другое. Из этих радиопереговоров сразу будет понятно, кто там, новички, так называемые ополченцы, или люди, имеющие высокую профессиональную подготовку. Для тех, кто хоть немножко имеет представление об армии, о вооруженных силах, о вооружении, об э-комплекте, пусть они проанализируют, какие необходимы усилия для того, чтобы обеспечить, например, залп всего лишь одной установки ГРАНД. У нее заряжается 40 выстрелов, это фактически один грузовик. Один грузовик. Даже если на территории Донецкой и Луганской области до этих вооруженных конфликтов и были какие-то склады боеприпасов, предположим, такое, они уже давно бы закончились. Кроме того, достаточно посмотреть на то, как сопротивляется противник. Я не думаю, что если бы там были только повстанцы, сопротивление длилось так долго. Но подействует ли это объяснение для сомневающихся, я не знаю. Они хотят слышать то, что хотят слышать и видеть то, что желают видеть. Хорошо, а вот какие-то факты. Ну, я знаю, что и берут в плен российских военных, и остаются от них и шевроны и так далее. То есть какие-то чисто предметные какие-то... Я тоже немножко удивлен, почему у нас не работает явно контрпропаганда. Почему они показывают тела погибших? Почему они показывают конкретно разбитую технику? Тело погибших — это слишком. Дело в том, что... Какая ситуация интересная. Наше государство проигрывает в том, что оно работает в правовом поле. Террористы, они не ограничены никаким законодательством. У них творческий процесс. Ой, творческий. Ну, как-то не горько звучит. То есть они не ограничены в своих действиях, ничто над ними не власть. Они имеют огромную материальную военно-техническую поддержку и фактически не скованы ничем. Ни обычаями законы войны, ни страхом перед Господом Богом, ничем.